Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Бабушка умерла полтора месяца назад, мне её очень жаль. В детстве мы были вместе постоянно, до 17 лет она со мной сидела, потом уехала. Мать и бабушка в своём остались, я с матерью не ладила, редко приезжала. Теперь жилю и бабушку, вижу и во сне часто, к чему она снится, у нас здесь какая-то духовная связь или просто мысли о ней. Ну, во-первых, я думаю, что вам нужно определиться, в какой парадигме вы задаёте вопрос. Потому что если вы задаёте вопрос в парадигме эзотерики, если вы задаёте вопрос именно в парадигме такой, то есть когда мы видим какую-то связь, когда мы как-то вот в той или иной степени мистифицируем происходящее. На мой взгляд, здесь психолог вам не поможет, потому что у психолога немножко другая направленность. И лично я в рамках своего, так скажем, подхода, да, не придерживаюсь такой вот тенденции как-то мистифицировать то, что происходит в психологической жизни человека. Вот. Естественно, что у вас, может быть, своё мнение на этот счёт, вы можете думать по-другому, вы можете считать по-другому. Но в таком случае мне кажется, что вам нужно обратиться, значит, немножко к другим экспертам, да, не в раздел психологии, где вот вы сейчас находитесь, а больше, наверное, в разделе эзотерки. В частности, там же вам может быть предложено как раз-таки получить то самое оттолкование сновидений, да, именно с позиции вот... эзотерически. Что касается психологии, то я думаю, что... Ну, во-первых, скорбеть по... Уседшим близкому человеку, это нормально. И какое-то время его оплакивать, это нормально тоже. Вот. У меня нет ощущения, что... Как раз-таки вы в полной мере... Эээ... Оплакали... Эээ... Бабушку... Свою. Вот. У меня нет ощущения, что... Вы это сделали в полной мере. И отсюда, в том числе, могут быть ваши переживания. То, что вы не оплакали ээээ... Человека. Вот. То есть, не выразить вот... Какую-то, да, свою боль, какие-то вот... Свои эмоции по поводу того, что, например, человек ушёл... Эээ... Человека больше нет. Так... Так, да. Это первое. Второе, это то, что бабушка, конечно, играла определённую роль в вашей жизни. И... Чем-то она вам, ну... Эээ... Помогала она для вас что-то значила. Вот это вот значение... Внуждаемость в этом... В том, что она вам давала... Эээ... Так же может... Эээ... Способствовать... Эээ... Эээ... Вот... Тому, что... Вы чувствуете... Тому, что вы ощущаете... Тому, что... Вы переживаете... И так далее. Вот. Опять же, я бы хотел... Эээ... Сказать, что... Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Эээ... Вот... Эээ... Подобные эмоции... Эээ... Эээ... Чувствовать. Но... Их нужно выражать. Их нужно проявлять. Эээ... Их нужно... Эээ... Эээ... Вербализовывать. Да? Вот. Вот. Вы говорите о том, что... Эээ... 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 Ну, что жалеете свою... Свою бабушку. Вот если я... Эээ... Правильно... Эээ... Понял, да? Вот вы жалеете бабушку. Вот. Интересное... Интересное дело. Эээ... Эээ... Знаете... Эээ... 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 Ээээ... Эээээ... 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 стать бабушкой, быть подальше от страницы какой-то происходит, через жалобу, через жалобу. И здесь я думаю, что это не случайно, я думаю, что это связано с тем, что вот в какой-то степени вы можете злиться на нее, на бабушку, не смотря на то, что вы ее любите, любите ее до сих пор. Вы можете испытывать злость на нее, вы можете испытывать какое-то недовольство, потому что смерть человека злит. Вот это лучше постараться принять, это лучше постараться с этим не бороться, смотря на то, что это может быть сложнее, может быть тяжело и болезненно, но вот лучше не отрицать этого, потому что постараться, жалость не возникает на пустом месте. Вот, если у вас вот, если у вас жалость возникла, то значит вот какие-то основания для этого были, то есть были основания вам как-то отстраниться от, ну, от бабушки. Это не хорошо, не плохо, это просто факт, просто данные, что-то нужно улучшить, ну, постараться учить, вот, в своей, ну, модели поведенческой, скажем так. И, возможно, вот какие-то чувства вырвать, ну, вам, вот, в этих, ну, в этих, направлениях, вот. Несмотря на то, что это может быть, я подчеркиваю, да, болезненно там и так далее, вот. От этого тут, ну, никуда не деться. Вот. Ну вот, я думаю, я думаю, как-то так можно ответить вам, на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, и я понимаю, что, возможно, вы не согласитесь с этим, вот, я понимаю, что, возможно, вы будете это отрицать, отвергать, вот. В этом нет ничего нормального, необычного. Я думаю, что, если у вас возникнет такое желание, вот, если у вас возникнет желание, там, там, оспариваться, то, что я сейчас сказал, то, на мой взгляд, это скорее даже хорошо. Вот. Потому что такие, ну, такие тенденции, вот, они более полезны, скажем так, чем вот та тенденция, которую вы проявляете сейчас. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, опять же. Ну, на этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.